Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги. Ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде. Например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Глубина Сергей Лукьяненко Лабиринт отражений Наша работа во тьме. Мы делаем, что умеем. Мы отдаем, что имеем. Наша работа во тьме. Сомнения стали страстью, а страсть стала судьбой. Все остальное — искусство. В безумии — быть собой. Гимн хакеров. Русский вариант. Часть первая Дайвер Хочется закрыть глаза. Это нормально. Цветной калейдоскоп, блестки, искрящийся звездный вихрь. Красиво. Но я знаю, что стоит за этой красотой. Глубина Ее называют дип, но мне кажется, что по-русски слово звучит правильнее. Заменяет красивый ярлычок предупреждением. Глубина Здесь водятся акулы, испруты. Здесь тихо. И давит, давит, давит бесконечное пространство, которого на самом деле нет. В общем-то, она добрая глубина. По-своему, конечно. Она принимает любого. Чтобы нырнуть, нужно немного сил. Чтобы достичь дна и вернуться куда больше. В первую очередь надо помнить. Глубина мертва без нас. Надо и верить в нее, и не верить. Иначе настанет день, когда не удастся вынырнуть. Ноль один Первые движения, самые трудные. Комната небольшая, стол стоит посередине. Жгуты проводов от компьютера тянутся к УПС. Установки бесперебойного питания в углу. И дальше к розетке. Тонкий провод уходит к телефонной линии. У стены, под роскошным ковром, тахта. У открытой двери на балкон маленький холодильник. Самое необходимое. Пять минут назад я проверил, что лежит в холодильнике. Так что голод с ближайшей сутки мне не грозит. Я поворачиваю голову налево, направо. На мгновение в глазах темнеет, но это лишь секунда. Ничего. Бывает. Все в порядке, Леня. Динамики отрегулированы на максимум. Я морщусь отвечаю. Да, тише звук. Звук тише, соглашается Windows Home. Тише. Тише. Хватит, Вика, останавливаю я. Хорошая программа. Послушная, понятливая и доброжелательная. Не без самомнения, как вся продукция Майкрософта. Но с этим приходится мириться. Удачи, говорит программа. Когда тебя ждать? Я смотрю на экран. Там, в ореоле оранжевых искр, плывет женское лицо. Молодое, симпатичное, но, в общем, ничего особенного. Устал я от красоты. Не знаю. Я бы хотела иметь 10 минут на самоконтроль. Хорошо. Но не более. Через 10 минут мне понадобятся все ресурсы. Лицо на экране морщится. Программа вычленяет ключевые слова. Только 10 минут. Покорно говорит Windows Home. Но я вновь обращаю твое внимание, что уровень поставленных задач не всегда соответствует объему моей оперативной памяти. Желательно расширение до... Утихни. Я встаю. Утихни — это безусловный приказ. После него программа спорить не смеет. Шаг влево, шаг вправо. Нет, это не попытка к бегству. Это скорее добровольное заточение. Я дохожу до холодильника, открываю дверцу, достаю банку спрайта, открываю. Напиток холодит горло. Это почти ритуал. Глубина всегда сушит слизистую. С банкой в руке я выхожу на балкон в теплый летний вечер. В Диптауне почти всегда вечер. Улицы залиты, светом реклам. Тихо ракочут несущиеся машины. Идут, идут сплошным потоком люди. 25 миллионов постоянного населения. Самый крупный мегаполис мира. С высоты 11 этажа лиц не разглядеть. Я допиваю спрайт, кидаю банку вниз и возвращаюсь в комнату. Неэтично, бормочет компьютер. Не реагируя, я выхожу в прихожую, обуваюсь, открываю дверь. Подъезд пустой и светлый, очень-очень чистый. Пока я вожусь замком, в полуоткрытую дверь пытается влететь крошечный жучок. Ха-ха, ламеры развлекаются. Я с иронией наблюдаю за настырным насекомым. Из квартиры дует ровный поток воздуха, вынося его обратно. Наконец, дверь закрыта. Жучок в последнем усилии бьется в нее. Короткая вспышка. И насекомое падает на пол. Подать жалобу владельцу дома, спрашивает Windows Home. Теперь голос идет из серебряных заколок, наласканных моей рубашки. Подавай, соглашаюсь я. Все забываю объяснить программе, что владельцем дома являюсь я сам. Лифт ждет меня на этаже. Обычно я спускаюсь по лестнице, заглядываю по пути в чужие квартиры. Там ведь все равно никто не живет, но сейчас я спешу. Лифт опускается очень быстро. Выхожу на тротуар, оглядываюсь. Может быть, увижу любителя насекомых. Но никого подозрительного нет, все спешат по делам. Жучок явно залетный, серийные работы. Их травят на улицах, бьют в квартирах, но они не переводятся. Я и сам когда-то развлекался подобной ерундой. Очень и очень редко жучкам удавалось принести интересную информацию. Леня, на имя компании Поляна поступила жалоба от квартиросъемщика номер один. Игнорирую, бурчуя, наблюдая за идущим по тротуару мужчиной. Да, это нечто. Гибрид Арнольда Шварценеггера в молодые годы и Клинта Иствудов пожилые. Очень, очень смешно. Мужчина ловит мой насмешливый взгляд и ускоряет шаги. Я поднимаю руку и через мгновение у тротуара притормаживает желтый лимузин. Леня, твоя жалоба компании Поляна проигнорирована. Ладно, ничего. Это может продолжаться бесконечно долго, а мне сейчас не до игр. Я сажусь в машину. Водитель, улыбчивый парень с безупречной прической в накрахмаленной рубашке. Поворачивается ко мне. Предпочитаю таких таксистов, вышкаленных и немногословных. Компания Диппроводник рада приветствовать вас. Имени он не называет. Программа остановила такси анонимно. «Как будете оплачивать счет?» «Вот так», — говорю я, доставая из кармана револьвер. Сильно бью парня в висок. Он пытается защититься, но не успевает. Я смотрю на его побледневшее лицо, встряхиваю за шиворот, приказываю «Квартал Аль-Кабар». «Данного адреса не существует», — говорит водитель. «Он оглушен и покорен». «Аль-Кабар, 87738». Простенький код открывает доступ к служебным адресам Диппроводника. «Я мог бы и не бить водителя, но тогда в файлах компании осталась бы информация о поездке». «Заказ принят». Водитель улыбается, он вновь весело услужлив. Машина трогается. Я смотрю в окно. Мелькают жилые кварталы, набитые небоскребами со всякой мелкой шушеры Диптауна. Огромные роскошные офисы компаний. Вон длинные серые корпуса IBM, пышные дворцы Майкрософта, ажурные башни Америка Онлайн, более скромные офисы прочих компьютерных законодателей. Конечно, полно и офисов фирм по продаже мебели, жратвы, недвижимости, туристических агентств, транспортных компаний, клиник. Маломальски жизнеспособная компания стремится открыть в Диптауне свое представительство. Диппроводник процветает именно на этом изобилии. Путешествовать по городу пешком — долгое развлечение. Мы мчимся по автострадам, тормозим на перекрестках, сворачиваем в туннели и пересекаем развязки. Я жду. Можно было бы приказать водителю ехать кратчайшим путем, но тогда он вынужден был бы связаться с диспетчерской. И я оставил бы след. Город обрывается внезапно, словно стену дворцов и небоскребов отсекают исполинским ножом. Кольцевая дорога, за ней лес. Густой, дремучий, отделяющий от суеты тех, кто не хочет себя афишировать. Притормози, — говорю я, — когда мы минуем манговые заросли и проезжаем мимо вполне среднерусской чищобы. У следующей тропинки. До квартала Алькабар еще далеко, — говорит водитель. — Останови. Машина останавливается. Я открываю дверь, отхожу от лимузина на шаг. Водитель покорно ждет. И я тоже. Просвета на дороге. Зачем нам свидетели? Вот, наконец-то. Я целюсь в машину, стреляю. Револьвер бьет негромко, отдача слабая, но машина мгновенно вспыхивает. Водитель сидит, глядя перед собой. Несколько секунд, и у диппроводника становится одним такси меньше. Хорошо. Пусть все выглядит как развлечение пьяной шпаны. Я иду в лес. Неэтично, — бормочет из булавок Windows Home. Ты оптимизировалась? Да. Все. Теперь мне нужна помощь. Ищи тайник, код Иван. Светящееся дерево, — сообщает программа. Я озираюсь. Ага. Вот он. Огромный дуб, мерцающий колдовским синим светом. Мерцающий лишь для меня. Я подхожу к нему, засовываю руку в дупло, вынимаю большой тяжелый сверток. Переодеваюсь в полотняную белую рубаху и штаны, подпоясываюсь узорчатым поясом. Короткий меч в ножнах, несколько вещичек в карманах. Тайник я создал пару дней назад, незаконно использовав один из компьютеров транспортного управления за Кавказской железной дороги. Там слабые программисты. Они долго не заметят этого маленького вторжения. «Где ручей?» — спрашиваю я. «Справа». Я склоняюсь над бегущей водой, смотрю в отражение. Несколько раз бью по нему ладонью, потом начинаю водить пальцем, стирая свой облик. Вместо меня из дрожащего зеркала прорисовывается русоволосый статный крепыш. Лицо добродушное и незатейливое до отвращения. «Спасибо», — говорю я программе. Выпрямляюсь. Стою, любуюсь лесом. Черт возьми, как давно я не выбирался из городского смрада. «Не меня ли ты ждешь, добрый молодец?» — спрашивает из-за спины. Оборачиваюсь. Из густых кустов выходит огромный. По грудь мне ростом волк. «Может, и тебя», — говорю я, любуясь волком. «Черт возьми! Великолепен! Он действительно серый. И не просто серый, а именно чернистого с проседью волчьего цвета. Кое-где шерсть свалялась, к передней правой лапе пристал репейник. «А не съесть ли мне тебя, добрый молодец?» — спрашивает волк из калица. Клыки желтые, как зубы курильщика. Один обломлен под корень. Матерый. Опытный волчище. «А что ж ты попусту похваляешься? Нам богатырский меч нарываешься», — импровизирую я. «Лучше службу сослужи». Волк улыбается, садится. «А чем расплатишься, богатырь?» «По три тысячи зеленых», — сообщаю я. Волк удовлетворенно кивает, трет лапой морду. Спрашивает. «Алькабар?» «Угадал». «Миссия?» «Кража». «А кто заказчик?» Я пожимаю плечами. Ответ столь же риторический, как и вопрос. Заказчики огласки не любят. «Попробуем», — решает волк. «Ты готов?» «Вполне». «Садись». Я забираюсь на спину волка, и тот неторопливый рысой бежит по лесу. Я инстинктивно уворачиваюсь от веток. Волк тонко хихикает. «Ну ладно, пусть веселится». Через пару минут мы выскакиваем из леса. Под ногами желтый песок. Жарко. Очень жарко. Порывы ветра заставляют щуриться. Впереди пропасть метров сто шириной. За ней восточный город. Минареты, купола. Все в оранжево-желто-зеленых тонах. Довольно красиво. Невдалеке через пропасть переброшен... Хм. Ну, назовем это мостом. Тонкая, как струна, нить. Один ее конец на стене, опоясывающий город. Другой держит в руке безобразная каменная статуя метров десяти вышиной. Морда у статуи отвратительная. «Еще та будет работка», — замечает волк. «Ты не продешевил, Иван-царевич?» А бог его знает. Изучая статую, говорю я. «В масти меня предупредили». «А что воровать-то?» «Наливные яблочки». «А, вот к чему такой маскарад!» Волк снова хихикает. «А что в яблочках?» «Не знаю». Я спрыгиваю со спины волка, стою, держа руку на шерсти. «Слушай, я на секунду лимонад попью». «Вуаляй!» Озираясь, говорит волк. Я прикрываю глаза. «Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина». Я дернулся, встал. Перед глазами крошечные экранчики. На них пустыня, пропасть, статуя, город вдали. Очень неплохо нарисовано. У Алькабара хорошие дизайнеры. «Виртуальный шлем тяжелый. Это самая навороченная модель из серийно выпускаемых Sony. С прекрасными цветными экранами, великолепными динамиками и встроенным микрофоном, с кондиционером, обдувающим лицо воздухом нужной температуры. Сейчас это жар пустыни». Я снял шлем, положил на стол рядом с клавиатурой компьютера. На мониторе появилось знакомое женское лицо, из динамиков донеслось. «Лёня, ты прерываешь погружение?» «Нет, жди». В реальном мире моя комнатка такая же, как и в виртуальном пространстве. Только за окном не летний вечер диптауна. Дождливая питерская осень. Моросит мелкий дождик, сигналит вдали машина. Я открыл холодильник, взял банку спрайта, попью по-настоящему. Не удержавшись, выглянул с балкона. Пустой банки, которую в виртуальном пространстве я выкинул на улицу, там, конечно же, нет. Ну что ж, устраним различия. Волосы были потные. Я вытер их валяющейся на стуле рубашкой, сел за компьютер, проверил кабель, идущий от виртуального костюма на дипплату компьютера. Костюм работал, слегка притормаживая движение, словно я шагал по песку. Левую ногу подволакивало чуть сильнее. Опять сбоит программа. Ладно, потом откалибруем. Надевать шлем все равно, что совать голову в духовку. Вот гаденыши из Алькабара. Окружили себя максимально неприятными условиями. Я вновь смотрю на виртуальный мир, но пока он условен, как дешевый мультик. Зернистое изображение, красивый, но грубоватый рисунок. Большего компьютер вытянуть не может. Да и не надо. Что такое глубина без человека? Я моргнул, расслабился, пытаясь войти в виртуальность самостоятельно. Конечно, ничего не получается. Я не в пустыне, я дома за клавиатурой. Пришлось протянуть руку и набрать команду «ДИП». А теперь вот. Поверх пустыни вспыхивает многоцветие ДИП-программы. Секунду я еще вижу экранчики, мягкую подкладку шлема, потом сознание начинает плыть. Мозг пытается сопротивляться, но куда там. ДИП-программа действует на всех. Вот только попадаются с частотой 1 на 300 тысяч, люди, не утрачивающие до конца связи с реальностью, способные самостоятельно выплывать из глубины. Дайверы. Я, например. Волк ухмыляется мне. Промочил горлышко, богатырь. Да. Оглядываю себя, все ли в порядке. Мое тело в виртуальности — нехитрый рисунок, транслируемый компьютером на ту или иную точку Диптауна и его окрестностей. А вот меч на поясе и вещички в сумке — не просто рисунок. Это ярлычки, пусковые фрагменты программ, которые сейчас станут необходимы. Действуем так, решаю я. Через мост я иду сам. Потом выношу трофеи и сматываемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин